Перспективы развития военно-транспортной авиации в следующем году Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Свою подпись в документе поставил Игутенев. Тот молодежный форум, который должен будет пройти, я уверен, пройдет очень успешно на территории Вляновской области, даст не только большой импульс для молодежи, для подготовки кадров, но и даст очень серьезный импульс экономическому развитию области, поскольку в рамках деловой программы приезжают очень крупные руководители глобальных мировых концернов. Третий год подряд Ульяновская область ходит в тройку лидеров среди всех субъектов страны по темпу роста промышленного производства и сбора собственных налогов в доходную часть. За активную промышленную политику наш регион получит поддержку от правительства Российской Федерации в виде денежной премии. Около 700 миллионов рублей пойдут не только на реализацию социальных нужд и зарплату, средства также направят на развитие промышленного производства и поддержку молодых специалистов. Мы берем на себя обязательства для таких вот молодых специалистов, которые важны для нашего машиностроения. Мы готовы, в том числе и первоначальные взносы за жилье платить, но и многие другие. Этому объяснению есть. Мы по доле машиностроения валуем региональный продукт и входим в пятерку самых крупных регионов Российской Федерации. Одной из первостепенных задач, которая стоит перед оборонно-промышленным комплексом, является обновление парка воздушных судов. Особенно это касается самолетов серии «Ан». Многие из них уже долгое время стоят на вооружении. Отсюда, как подчеркнули на совещании, проблема массового списания самолетов. Очень важное решение было принято в этом году о создании на территории Ульяновской области полка военно-транспортной авиации, который будет вооружен в том числе и новейшими самолетами Ил-76 и МД-900. Производство ульяновского завода Авиастар-СП. Сегодня на заводе ведет достаточно активная реконструкция. Мы готовимся к серийному производству этого самолета. Он проходит испытания. По оценке экспертов, это воздушное судно будет востребовано не только в российских войсках, но и за рубежом. Однако ключевым заказчиком остается Министерство обороны страны. Пресс Владимира Гутенева, помимо всего, дал старт акций в поддержку донорства крови и применения передовых методов профилактики заболеваемости ОРВИ. То, что в рядах Союза машиностроителей России очень много предприятий, в том числе и выпускающих и медтехнику, и фармацевтическую продукцию. Есть такое предприятие «Микроген», который передал большое количество доз нам, Союз машиностроителей, но для того, чтобы мы могли безвозмездно провести вакцинацию. В Ульяновскую область доставили 12 тысяч доз препарата. Это позволит пройти вакцинацию сотрудникам трех предприятий. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Ульяновской правды.